Доминик Ну что, дорогая моя Лерочка, расскажи, сколько ваш роман длится с Домиником? Мой роман с Домиником? Давай, Никан, с Домиком. Кстати, в честь кого ты назвала своего Тосика? Я не называла его, назвали его мои поклонники, которые мне на концерт принесли щенка. Это подарок? Это подарок. Три года назад мне подарили кролика, потом подарили Йорка. Где? Куда делал кролика? Куда делал кролика? Мы, кстати, очень надеялись, что сегодня, конечно, еще застанем в Доми. И третий, то есть третий персонаж, это вот уже домик. Эта порода называется Мальтийская баллонка. Это очень древняя порода, я прочитала. Они там жили у английских королей и королев, родом они с Мальты. Мне кажется, он очень часто пачкает свою мордочку. Ну, это, наверное, основная проблема. Ты моешь его каждый день? Да постоянно его мою. И чистишь зубки? Свои? Нет, песик чистит зубки, но мы ходим к парикмахерску, где его стригут. Я вижу, у него такие тут консервативные застежечки. Вообще, пользуетесь разными украшениями? Да у нас на самом деле много всяких. Это что? Расчесывает. Это что? Нос. Нос расчесывает. Можно я попробую? Попробуй. Малыш, мне кажется, ему нужно почти попить носик. Скажи, а гуляет он у тебя часто? Вообще, в туалет он ходит на пеленочку? Нет, он на улицу. Нет, только на улицу, да? Такие собаки уже велики, да, наверное, для таких? Для пеленок? Да. Нет, но он же по размеру как Йорк, он весит 2,5 килограмма. Ну, вы предпочитаете ходить на улицу? А он сам предпочитает, он нас не спрашивает. Очень любит, да, наверное. А чем ты его кормишь? Ну, мы стараемся его кормить так по науке. Знаешь, он у нас ест корм специально для белых собачек. Сухой? Сухой, да. Потом вечером он ест вареную телятину, немножко совсем. Ничего себе. Вот, а днем мама дает ему вареную морковку и какой-то сыр твердый. А витаминки специально где-то покупаете? Покупаем, да. Мы покупаем ему косточки зубочистки с кальцием, которые вот очищают налет. Вот, и он ест печенье витаминизированное. Красавчик. Сидит, припух такой, целуется, друзья. Вот прям при мне целуется. Ты не ревнуешь, кстати? К тебе, Ирочка, не ревнует. Нет, вообще, когда, может быть, кто-то приходит из твоих близких друзей, и он, может быть, или молодых людей, например. Любит он больше девчонок, потому что он мальчик. Дура, но мне кажется, это очень умная собака. Скажи, какие-нибудь команды она у тебя исполняет? Игрушки приносит. Ну, давай я покажу его кроватки, игрушки. Давай, пойдем. Потому что кухню любимое место, мы это уже поняли. Он в этой кроватке спал, когда был совсем еще щенку, потому что он был, ну, знаешь, он был как подручная морская свинка, когда был маленький. Боже мой. Сейчас вырос. Домик, домик. А игрушечка чья? Ой, игрушечка. Ну-ка, давай, неси, неси скорее, неси. Ай, какой молодец. Дай. Ну, давай. А, мое, говорит, мое. Он смотри, не отдает. А он может укусить? Нет. Пойдем посмотреть другую кровать. Это же просто детская люлечка. Ну, вот мама такую сказала, что ему... Ты мне расскажи, что такая штука продается в... Да, она даже недорогая. В зоомагазине? Нет, она продается в обычном детском доме. Да, я так и подумала. И она такая большая и удобная, и домик там хорошо может растянуться. Куча подушечек, вот посмотрите. Да, детские всякие матрасики. Которые, да, заменяют матрасик. И скорее, вот, кроватка твоя. Да, да, кроватка. Скажи, атаковали, атаковали мою спальню, да? Вот какая. Это его пальтишко. Ну, это ему папа купил. Поскольку уж они в Севастополе отдыхали этим летом, и папа у меня, сын, вообще фанат своего города, и я тоже. То домик и не сделать моряком он, конечно, не мог. Слушай, ну это же совершенно детский наряд. Ну, для собачьих. Для собачьих, для собачьих. И ты думаешь, и мы тут... А мы это чисто... Это так не носить. Это папа хотел его просто взять и сфотографировать. Тебе маловато. Даже мне. Вот, ну это так прикольно. Я хочу себе такое фото. Ты посмотри, какое чудо. Ты сама покупала или тебе тоже дарили? Нет, это покупала сама. Покупала специально для зимы, чтобы она легко одевалась. Ты жених. Ты просто жених. Иди разденемся. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Домик, пойдем. Гулять. Скорее гулять. Скорее гулять. Вот какие ботинки. Уже поюзные. Вон ботинки. Ну вот, наконец-то. Конкретно поюзные. Первый сезон не так давно купили мы эти ботинки. Но ботинки здесь тоже такие чисто из практических соображений, потому что вот эти вот белые ноги, друзья мои, отмывать пятки и вот эту белую белоснежную шерсть каждый день, после каждой гулянки, это нереально. Просто невозможно. У него очень нежные подушечки. Ну а еще, когда наступает зима, начинают же сыпать всякими реагентами дороги. И вот очень страдают от этого собачки, конечно. Представляй, как тебе приятно каждый раз, выходя из дома, читать эту надпись. Представляешь, как меня ненавидят все дворники. Ну да. Скажи, а выгуливаешь ты его на какой-то определенной площадке? Мне кажется, вот на детской ты его выгуливаешь, нет? Ну вообще стараюсь не выгуливать собаку на детской площадке. А признавайся, признавайся, совочек у тебя где? Совочек, пакетик, как ты убираешь? То, для чего выгуливаешь? Ну ты знаешь, вот то, для чего я его выгуливаю, оно такое маленькое, что это может спрятаться под любым листиком, и совочек для такой собачки не нужен. Кстати, он предпочитает травку или асфальт? Он в башмаках любит гулять по асфальту. А вообще он задиристый, песик? Очень. Я просто вижу впереди маленьких тоже собачек, которые сейчас гуляют. Да? Как он контактирует с ними? Очень лает на них, на всех он их ненавидит. Дорогие любители диких и домашних, сегодня мы познакомились с вами еще с одним очаровательным созданием породы собачьих. Спасибо тебе огромное, Лерочка. Мы надеемся, что вы непременно будете с нами, и в следующий раз мы вас познакомим еще. С остальными детальцами, например, с кроликом. Да, еще с потрясающими животными. Я вчера сюда ко мне приехала, наконец-таки. Все, будьте с нами, специально для Раша.ру, Ирина Ортман, певица Электро и Дикие Домашние. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok